всем привет рад вас видеть я рад что вы здесь в комментариях один человек написал откуда он знает что мы здесь ну а где еще если вы смотрите вот это все конечно здесь так что привет спасибо за то что материально поддержите канал очень приятно очень благодарен и спасибо за то что пишите комментарии я читаю с большим удовольствием надеюсь что вы тоже общаетесь друг с другом это очень интересно возникают споры спорах рождается я не знаю что но уж точно не истина однозначно вся моя жизнь об этом говорит чем больше споришь тем дальше от истины ну да ну а я хочу поговорить сегодня о географии что я могу сказать о географии страна наша велика широка глубока длина как это в одной замечательной советской песни но на география следующие разброс меломанских вкусов отчетливо прочитывался в восьмидесятые годы прошлого столетия хорошо сказал и разброс был следующий в санкт-петербурге вкусы были более традиционные то есть кинг римсон там джентл джайант джеприн диперпл блэк саббат и прочие всякие штучки джентл джайант я называл джет ротау все такое и новая волна в полный рост новая волна панк все это все это было хотя в меньшей степени конечно упертые в комментариях один человек написал что вы не настоящий меломан настоящими ломаны называли то что на вашем канале вы демонстрируете дровами ну дровами так дровами мне в общем хоть горшком назови только в печку не ставь то есть дрова это токен хэдс там и прочие динозавр джи джуниор и вся хорошая музыка это дрова но для кого как для кого как для кого-то rainbow дрова и white snake для меня дрова например отчетливо совершенно никогда я даже в эту сторону смотрел так вот о географии группа кэн который у меня здесь стоит являлась любимейшей группой людей которые приезжали из челябинска и из новосибирска на этом урок географии я заканчиваю почему-то так случилось что люди которые приезжали в наш город два города челябинск и новосибирск они сметали все пластинки кэн которые редко-редко всплывали у нас на толчке так называем и все пластинки вандер граф генератор вот это две группы которые почему-то в этих двух городах были просто в топе я не знаю как сейчас может быть сейчас там другие вкусы но тогда это было отчетливо а в ленинграде кэн как-то не то чтобы не любили но упоминали не очень часто бастинка на толчке было мало кэнов я вообще вообще не помню чтобы я видел на толчке кэн в руках у коллекционеров да и мы друг с другом обменивались там брали записывали но так чтобы вот прямо люди ходили с кэном нет не помню и именно человек из челябинска привил мне любовь к этой группе и с тех пор с начала 80-х годов прошлого века я очень люблю этот коллектив вот у меня одна из пластинок которые стоят в шкафах по разному прочитывается эта штука четвертый альбом группы кэн и его не не то чтобы не очень любят но как сказать критики пишут что это кэн уже не тот хотя это самое начало в принципе творческого пути знаменитой немецкой группы но кэн уже не тот это я утрирую конечно пишет что ну вот после психоделических и чудовищных страшных мрачных опытов в альбоме тага мага предыдущему которым я тоже обязательно поговорю вот он у меня стоит я его очень люблю и все впереди кэн стали играть музыку структурированную уже похожую на песни я бы сказал даже не похожую на песня вообще песни конкретные совершенно и вот какой-то уже элемент мейнстрима появился хотя начинали это абсолютно вне мейнстрима ну можно согласиться с этим можно не согласиться я не соглашаюсь потому что музыка здесь очень хорошая на мой взгляд эгэ бамьяси и кстати я лично встречал одного любителя кэн который говорит что эгэ бамьяси это как бы я все люблю кроме этой пластинки ну надо переслушать еще раз и тогда может быть мнение изменится дело в том что у кэн купили две песни не помню как называется фильм в качестве саундтрека две песни были куплены и у кэн появились кое-какие деньги и они оборудовали собственную студию в кинотеатре где-то в районе кельна где-то в пригороде старый кинотеатр но здание просто бывший кинотеатр оборудовали там собственную студию inner space studio то есть внутреннее пространство или внутренний космос мне больше нравится внутренний космос потому что музыка кэн это чисто внутренний космос это не не внешняя история рассчитанная на большие продажи и страшную популярность это погружение внутрь себя в свое сознание в то как ты слышишь музыку и что ты в этой музыке слышишь и что ты слышишь в этих двух нотах которые играют вас гитара и что ты слышишь в этих двух аккордах на которых построена целая песня восьмиминутная девятиминутная и что ты слышишь в адской игре барабанов которые здесь от начала до конца грохочут вот об этом эта пластинка а то что она похожа на песни ну что же можно и так попробовать можно и сяк попробовать можно по-разному попробовать но пластинка мне очень нравится прямо вот по песням если по песням до пойти но за состав на всякий случай напомню для тех кто забыл или не знал никогда мишель короли гитара безумная совершенно дамы сузуки вокал лучший вокалист рок-н-ролла я его видел один раз живьем он давал несколько концертов в нашем городе это удивительное что-то конечно что джекель обязает ударные ирмин шмидт клавишные и холгер цукай или шукай по-разному говорят бас-гитара и запись и продюсеринг и у меня такое ощущение что на записи этого альбома был главным студия я про про песни начал но и два слова еще простуде студия еще только строилась и денег у группы было мало потому что музыка кэмсу совершенно не коммерческая конечно а потом уже стала коммерческой когда мы все прослушали раз слушали все это дело и не только мы а весь мир музыканты стали играть похоже на кэн и стали стремиться делать также черпать идеи из музыки кэм и целые просто направления выросли из этого коллеги из музыки этого коллектива вот студия только строилась оборудование было очень мало и как я прочитал запись происходило на два двухдорожечных магнитофона это как мы примерно с виктором цовим олегом валинским писали первый альбом который был записан до 45 потом мы его уничтожили потому что не понравилось совсем звучание было два магнитофона маяк они кстати четырехдорожечные маяки там было два двухдорожечных магнитофона и несколько микрофонов и самодельный пульт 8-канальный вот на этих приборах был записан грандиозный альбом в процессе то есть сведения быть никакого здесь не могло потому что как записали так и есть уже громче тише инструменты не сделать записанные я имею ввиду да можно регулировать только в процессе игры погромче потише когда когда на ленте материал уже все вот он уже как есть так и так и есть но получилось очень здорово до реверберации никакой не было реверберацию делали естественную то есть выносили колонки на лестницу на два пролета вверх поднимали и играли оттуда уже звук с эхом доносился чем вот так вот было что еще диктофон использовал холер цукай или шукай на диктофоне были записи разных звуков удивительные и он его иногда включал иногда выключал в процессе записи при этом одновременно с этим играл на гид на бас-гитаре и на диктофоне общем такая интересная звуковая палитра пинч первая вещь длинная с безумными барабанами вся построена на барабанах что там на игра на на ударных я понять не могу а именно то есть понять то могу размер там все это слышно но как человек умудрялся играть и перкуссионные партии и барабанные партии все это вместе как у него хватало рук на все это я не знаю потому что наложение здесь конечно были два магнитофона все-таки перезаписывали с одного на другой но не разгуляешься там с наложениями с двудорожными магнитофонами основное все было сыграно живьем сразу на раз и конечно очень круто адские звуки звуки гитары чудовищные то ли гитары то ли синтезатора не знаю какой там был у них синтезатор на тот момент времени какой-то самые примитивные инструменты но этот дикий рев это по-моему это все-таки гитарные дела там были плюс конечно аккордовая гитара там все прекрасно все прекрасно и голос дома сузуки который половину текста видимо придумал заранее а вторую половину как он любит он просто на ходу сочинял когда он кстати когда он давал концерты сольные он выходил вообще не знаю что он будет петь играть а музыканты играли он на ходу импровизировал текст и несколько альбомов него есть таких очень интересный очень здорово сингс вансонг следующий номер явно заранее подготовлены это уже песня песня печальная печальная такая что слезы просто рекой текут ног но красивая по-своему по-кэновски красивая не знаю что еще сказать орган проникновенный но это я вот все говорил а люди которые не слышали никогда подумают ну вот печальная психоделическая с органом такой пинк флойд ага да два десять пинк флойдов сразу послушайте обязательно это очень крутая штука one more night в отличие от первых двух произведений которые на двух аккордах основных держится она на одном аккорде и очень хорошо и она по музыке по по партиям она наиболее конкретно из всего что записано на этой пластинке клавишные изображают что-то похожее на виброфон иногда на ксилофон я не уверен что там был виброфон живой поэтому поверю что это играл ирмэн шмидт на клавишах очень странная на музыкальной фразе такой какой-то легкомысленные веселенькой раскачивающаяся трансовая такая вещь сначала она мне по первому прослушиванию там когда я услышал когда-то впервые она мне понравилась показалась какой-то даже попсовый потом стал слушать ну какая там попсовая она она вот тот самый эмбиент которые и есть эмбиент хотя на ритме она не на нет они так они не плавненько она очень ритмичная вообще музыка везде очень ритмичная здесь вся на ритме вся на барабанах вся на бас-гитаре которые играют очень простые вещи очень простые ну а как сыграть сложные когда у тебя диктофон еще в руке и тебе нужно с диктофоном работать вставлять эти сэмплы то что называется да а еще поэтому две-три ноты и нормально и больше и не надо для такой музыки очень очень хорошо витамин c на второй стороне та самая песня которая пошла в саундтрек художественного фильма принесла деньги витамин c и спун вот две песни они были проданы в кинематограф если помните песню pink floyd хаю то вот витамин c это в тысячу раз лучше чем хаю здесь тоже появится ию дамы сузуки поет ию но это круче чем чем тот самый хаю который может вот эти шопли а здесь такое истерика и невозможность существовать вообще дальше в этом мире очень хорошая песня очень ритмичная и интересная и по мелодии интересная вот в чем дело а вот песня solp следующая критики и даже слушатели в комментариях ее ругают что это вообще неслушабельное произведение единственная вещь неслушабельная на этом альбоме а мне дико нравится потому что медленное начало такое понятное конкретное совершенно вдруг переходит в аккордовую игру практически тяжелый рок тяжеленный рок просто барабаны так записаны в отсутствии аппаратуры что они не звучат как у джона бонома потом отдельно про это поговорим но такой тяжеляк просто мощный психоделический балах бабах бабах и после длинного куска вот этого тяжелого дома сузуки поют естественно там все видно что уже настолько все устали расслабились начинается откровенная психоделия просто конкретная музыка звуки клавишные гитара все это все это уходит в звуковой звуковой хаос удивительная вещь solp наверное наверное наравне с витамином c это главная изюмина этого альбома в общем кэн это когда долго слушаешь музыку знаете просто ну такую музыку в общем общепринятом понятии а потом только ставишь пластинку кэн кажется что свежий воздух какой-то как будто открыл окно и свежий воздух пошел я пошел пить пока